Приветствую вас. Основная проблема заключается в том, на мой взгляд, что ситуация складывалась в течение, ну, достаточно большого количества времени. Понимаете? То есть, это складывалось годами, складывалось не за один день, не за один месяц и даже не за год. Ситуация, которую вы описываете, она складывалась в течение, ну, минимум лет, наверное, десяти, да? Вот. Вы говорите, всю его, всю свою жизнь его кормят. Это, конечно, немножко не так, да? То есть, не всю свою жизнь вы кормите его, а всю его, может быть, жизнь вы кормите. Поэтому, тут, как бы, такая точность. А, понимаете, Анастасия, вопрос не в том, хотите вы его кормить или не хотите вы его кормить. Вопрос в том, как вы себя преподносите в этой ситуации. Вопрос в том, насколько для вас дорог муж. Понимаете? Вот. Вопрос в том, насколько вы зависимы от него. По факту. Вопрос в том, насколько вы в себе уверены. Вопрос в том, простроена ли у вас граница личная. Понимаете? Вот. Вопрос заключается в том, обговаривали ли вы со своим мужем, да? Изначально сроки. То есть, вот. Сколько, например, вы будете его кормить? А, до какого возраста вы будете его кормить и одевать? Понимаете, если ситуация не раскрывалась вами, если вы не обговорили этого сразу, то я бы сказал, что в таком случае вы сами себя загнали в эту ситуацию. Вот. Понимаете? То есть, вы изначально, когда с мужем в отношения вступали, вы уже знали, что у него есть ребенок. И вы, ну, наверное, выработали какое-то отношение к нему, к ребенку. Да? Что вот он, ребенок, он занимает определенное место в жизни, например, вашего мужа. Вот. И, соответственно, если он занимает определенное место в жизни вашего мужа, то вы либо принимаете это место и говорите, ну, да, хорошо, вот как бы он занимает такое место, ну, что поделать? Куда от этого деться? Вот. Либо вы говорите, нет, меня это не устраивает, мне хочется чего-то другого, соответственно, как бы боретесь, да, за свои границы. Вот. И вариантов здесь особо больше нет. То есть, если вы выбираете своего мужа, если вы выбрали с ним жить, а принялись, что у него есть ребенок, но не обговорили этого заранее, а понадеялись, по сути, только на его, скажем так, ну, добрую волю, например. То это чья ответственность? Мужа или ваша? Мне вот почему-то кажется, например, что ответственность это, по большому счету, именно ваша, а не мужа. Вот. Мне кажется, что муж здесь абсолютно совершенно не причем. То есть, нет, он, конечно, ответственен за то, что делает, это безусловно, он ответственен. Тут я с вами не спорю. И, возможно, он поступает не очень хорошо. Это так. Но, понимаете, требовать от него перемен, да, требовать, чтобы он поменялся, ну, на мой взгляд, в высшей степени наивно. Вот. Наивно, потому что он туда может сказать, так, а ты меня принимала раньше, а сейчас перестала, почему? Раньше мы его кормили, а сейчас перестали, почему? Дети подрастают, ну, наши. Ну, и что, у них есть все необходимое. Знаете? Мы же с тобой ни о чем не договорились, ты же все, как бы, принимала. Вот. Вот так. Понимаете? Поэтому ситуация складывается здесь так, что вы себя и своих детей, именно своих детей, по сути, вогнали в ловушку, в тупик. Вот. Может быть, может быть. Это одна из ваших жизненных позиций, что вы себя выгоняете в тупик посредством жертвенности, посредством жертвенного модели поведения, да? Вот вы говорите, что, ну, в моей жизни сложилась такая ситуация. Ну, что значит, сложилась? Она не сложилась, Анастасия, вы ее сами создали. Понятно, что и муж участвовал в этом, но вы же всегда находились в выборе, вы же всегда находились, как бы, в свободе, вас никто не принуждал. Например, вы знали, что мать мужа не признает ваших детей. Знали? Знали. Знали вы это, когда у вас появился первый ребенок? Знали. Остановило вас это от того, чтобы рожать второго и третьего ребенка? Нет. На что вы надеялись? На что вы рассчитывали? А как это подкреплялось? Подкреплялось со стороны всем? И подкреплялось ли вообще? Вот. Это то, что нужно вам поисследовать. Дальше. Значит, а, смотрите. Есть такая психологическая игра, называется «Сы из-за тебя». Вы обвиняете, по сути, сына, мужа, в том, что у вас есть проблемы с мужем. Понимаете? Это не так. Вы обвиняете своего, ну, как скажем, ну, давайте так, приемного сына, да? Вы обвиняете своего приемного сына в том, что у вас с мужем не ладятся отношения, не ладятся отношения на самом деле. Ребенок или уже не ребенок, ему 18 лет, да, в этом вы правы. В том числе этот человек, на самом деле этот человек просто вскрывает ваши проблемы с супругом. И все. Между вами и вашим мужем нет понимания. Нет гармонии, нет комфорта, нет, ну, контакта. Адекватного контакта между вами и вашим мужем нет. И, соответственно, сын мужа вскрывает эти проблемы, что вам не нравится, потому что вам хочется жить в комфорте. Вот. Вы наивно думаете, что если бы старшего сына не было, то проблем у вас с вашим мужем тоже бы не было. Вот здесь я хотел бы вас, конечно, огорчить и сказать, что проблемы с вашим мужем у вас системные, и его сын лишь только раскрывает их, но ни в коем случае не определяет. Вот. Поэтому здесь ситуация кроется куда глубже, ну, кроется куда глубже, чем кажется вам на первый взгляд. Вот. Смотрите. Вы пишите, мы с мужем всю жизнь его кормим, поим, одеваем. Мы с мужем. Кто мы? Если вы считаете, что ребенок как бы, ну, не ваш. Если вы не чувствуете в себе ресурсов для того, чтобы заботиться о нем, как будто если бы это был ваш ребенок. Да? Вот. Очень интересно будет посмотреть на вашего ребенка, когда ему будет 18 лет, как вы будете с ним себя вести. Если вы не готовы, то вам нужно было об этом прямо заявить. Сразу. Как бы на берегу договориться, что вот, дорогой, извини, как бы, ну, я не хочу, и я думаю, ты понимаешь, да, что ребенок как бы не мой. Я готова там с ним проводить время, но я не готова там тратить на него, допустим, свои ресурсы. Вот. Допустим. И, соответственно, когда у вас стал вопрос о рождении ребенка, уже вашего ребенка первого, тоже нужно было, тоже нужно было до своего мужа донести этот момент, что, дорогой, я хочу ребенка, да, я хочу ребенка, очень хочу ребенка, допустим, ну, с тобой, но меня, например, смущает то, что, допустим, все деньги будут идти, ну, там, вот, твоему старшему сыну, как бы. Ну, давай вот как-то этот вопрос обсудим, например, вы берете, садитесь и обсуждаете этот вопрос, договариваете, смотрите, муж видит, ага, она заботится, она там думает об этом, она не позволяет, она беспокоится, она выражает свои, свои какие-то чувства, да, свои желания, и человек относится к вам серьезно, с уважением и так далее. А здесь, получается, какая история? А вот непонятно. Что значит мы сможем всю жизнь его в коробку? Ну, ладно, муж в коробку, это при его обязанности, окей. А вы? Как вы согласились, что делали, как это обговаривалось, как чего? Непонятно. В контексте ваших троих детей, тоже непонятно. Мы оплачиваем его обучение в колледже, так как после 11 класса он провалил ЕГЭ, и мы смогли засунуть его только в колледж. Опять же, все значит засунуть. Для чего засунуть? Понимаете ли вы, это слово засунуть, это является оскорблением, принижением, обесцениванием этого человека, каким бы он ни был, но такого обращения он не засуществует. Даже если он ведет себя плохо, даже если он ведет себя эгоистично, это не значит, что вы можете говорить так о нем. Я понимаю, что это заставляет вам негатив, я понимаю, что это заставляет вам раздражение, я понимаю, но и вы поймите, Анастасия, что, еще раз, делая его козлом от пущения своих проблем, вы не решаете свои собственные проблемы, проблемы личной границы. Да, допустим, проблемы ответственности, проблемы зависимости от мужа, допустим, эмоциональной, что вы ради любви соглашаетесь, там, на что-то, что вам, ну, не по душе. Вот. Вот так. Вот так. Хотел ли он учиться после школы? Ну, провалил его, хорошо, но мог бы его пересдать, например. Платим по 40 тысяч в год. Опять же, кто платит? Что значит мы? Почему мы? Да? То есть, вот смотрите. Мы с вами знакомимся. Да? Знакомимся. У вас есть ребенок? Окей. Мы с вами начинаем жить вместе, да, как бы, все, у нас семья, вот, является у нас с вами ребенок, как бы. Я понимаю, что, допустим, есть ваш ребенок, о котором вы заботитесь, есть мой ребенок, ну, как бы, наш с вами общий. И все равно я буду больше внимания уделять своему ребенку, потому что мой ребенок мне ближе, чем ваш. А вы будете уделять ребенку, ребенку своему больше внимания, чем ваш ребенок точно ваш. Вот. Не каждый мужчина, не каждая женщина может, как бы, сблизиться с чужим ребенком. Это вот вы молодец еще, что вообще, как бы, согласились на это, да? Другая женщина могла просто сказать, нет, это твой ребенок, делайте с ним, делайте с ним что хочешь, я не буду быть в этом участке. Такие женщины тоже есть. В этом, в этом плане вы молодец. Но! Прежде чем заводить ребенка, я, как бы, вот, ну, мы сядем, да, я вам скажу, как бы, Анастасия, вот смотри. Сейчас у нас появится еще один ребенок, да? Как мы будем это делать? То есть, понимаешь ли ты, что я буду, как бы, больше не надо делать ему, что это мог, но мне он роднее. Я твоего ребенка, твоего ребенка я люблю, как бы, да, он, ну, он хороший, но пойми, ты понимаешь его, это, Анастасия, ты готова к этому? Ты, ты, как бы, отдаешь себе отсчет в том, что, возможно, тебе придется больше откладываться самой, вот, в своего ребенка. Вот. Ты понимаешь это? Ты готова к этому? Вот. Но этих же разговоров у вас не было. То есть, психология называется неосознанка. Просто неосознанка. Вот. Дальше. А-а-а, значит, так, живем мы в деревне, старший сын учится в городе, его мать никак не помогает, у нас все пенсии вот так, ну, причем здесь мать, вообще, вообще непонятно. Такое ощущение, да, что вы опять, как бы, жалуетесь на, на других людей здесь. Вот. Ему 18, он в инцидент, но никогда не денег, причем за последние три месяца он сменил три телефона, 22001, 14 другой, 93. Опять же, он в инцидент, но никогда не денег, окей, не проблема, не проблема. Он сменил три телефона, окей, не проблема. Если это не вредит вам и вашим детям. Анастасия. Если вредит, то это неприемлемо. И вопрос в том, как вы готовы обеспечивать то, что это неприемлемо. Есть ли у вас средства для этого? Если средства есть, обеспечивайте, если нет, то вот, вот, нет средств, все, я не удовлетворена, у меня накапливается негатив, вот этот негатив вливается вот в то, что происходит сейчас, в ваш текст, понимаете? И тогда, как вы понимаете, менять нужно ваше отношение к ситуации, ваше поведение и вашу ориентацию в этой ситуации. Акцент. Да? Так, я не хочу больше кормить и одевать этого сына мужа. Окей. Но если вы не хотите больше одевать и кормить, именно больше, что что-то произошло, получается. То есть, получается, что-то случилось такого, что вы поймали себя на мысли, что больше не хотите сообщили вы об этом своему мужу. Сказали вы об этом, это ваше право. Понимаете? Он вполне самостоятельный, даже работает, но деньги, наверное, тянет, тянет и тянет. Нет. 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 Мне слабо представляется, как ребёнок, ну, слабый человек, неважно, может тянуть деньги с людей за, ну, если они не хотят ему дать их, знаете? То есть, как бы, ну, не знаю, воровать, если только. Вот. А других способов, в принципе, и нет. Поэтому нет. Он не тянет ничего. Ничего. Вы позволяете тянуть? Это да. Вы оба позволяете ему тянуть. Вопрос в том, что муж это делает, например, из чувства вины, да? Что ушёл, оставил его. И так далее. А вы это делаете из-за зависимости. Своей зависимости от муж. Вот и всё. В этом разница. Но он не может тянуть деньги, если вы ему не позволяете. Анастасия. Знаете, какая история. Так. Дальше. Я отказываюсь давать. Муж ругается. Говорит, что у него ещё ребёнок, что он живёт в городе, и там много денег. Но опять же. Вот понимаете, почему муж ругается? Да? То есть, можно говорить о том, что муж плохой? Ну, просто вот, я так, утрирую немного. Можно. Можно сказать, что муж не прав? Можно. Что это даст? Что это даст? Ничего. Знаете, вот в том пределе, что это ничего не даёт. Абсолютно. Вот абсолютно ничего не даёт то, что вы на своего мужа именно жалуетесь и говорите, что вот он такой-сякой и так далее. Ничего это не даёт. Муж ругается. Почему? Потому что он считает, что вы должны давать деньги. Правильно? А почему он считает, что вы должны давать деньги? Почему он считает? Он что, изначально говорил вам, когда вы ещё не были женаты, он говорил, вот так, Настя, всё, ты все свои деньги отдаёшь моему сыну старшему. Здраво. Или там, если ты не согласна обеспечивать моего сына, вот, то мы с тобой расстаёмся. Так что ли было? Нет? Не так. Я уверен. Понимаете? Что вами двигало? Когда вы в это вплетали? Что вами двигало в этот момент? Подумайте. Подумайте и определите. И всё. И порассуждайте, что произошло, что случилось, что подвигло вас на такую модель поведения. Какие чувства, какие желания, как, чего, что и как. Понимаете? Муж, он ждёт от вас такого поведения. И ждёт он его от вас не случайно. Дальше. Так. Но почему мы в ущерб своим троим детям должны оплачивать расстелки этого взрослого первого сына? Это жерстная позиция. Не почему. Вы либо оплачиваете, либо нет. Всё. То есть, как бы, понимаете, это вопрос про локацию. Посмотрите. То есть, вы хотите, чтобы мы встали на вашу сторону. Нет, Анастасия. Мы не встанем. Ну, по крайней мере, я не встану точно на вашу сторону. Потому что, должны вы оплачивать. Не должны. Не должны это решать вам. Если ранее вы оплачивали, что сейчас что-то изменилось, вы не хотите больше оплачивать, это ваше право. Вам, это ваша ответственность. Ваша ответственность в том, чтобы донести до мужа это решение. Если не можете это сделать, это уже вопрос. Уже вопрос, почему не можете. Вот. За год до развода доходило не раз, и каждый раз я сдавался. Я люблю мужа, не могу просто не уступить ему. Ну, опять же. То есть, мужа вы любите. Не уступить ему вы не можете. А то, что ваши дети чувствуют себя обделёнными, это нормально. Так? По сути. То есть, вы ставите мужа на место более важное, чем дети. И почему так? Из-за чего так? С чем это связано? Такой выбор. Как геймсер в цели вы преследуете? Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Я так больше не могу. Как? Не можете. Знаете, Анатасия, вы же везде пишете мы. Вы не говорите я. Вы пишете мы. Поэтому непонятно, как именно вы не можете. У мужа есть мама. Она признаёт только с этого старшего сына, а остальные дети для нее не имеют значения. А это здесь к чему? То есть, для чего вы это написали? Ну, есть мама. Ну, не принимает она ваших детей. Ну и что? Это её право? Нет? Понимаете? Как вас это называют? Лично. Она также постоянно даёт денег этому мальчику. Ну хорошо. Она даёт ему денег. И что? И что дальше? Финансовая сторона о наших детях фактически только на мне. Окей. Финансовая сторона о наших детях фактически только на вас. Вся эта ответственность. Как получилось-то так? Ведь у вас, Анатасия, не тройня. У нас трое детей, да, которые рождались с промежутком в, так, 4 года. И вот, за эти, за это время, да, за это время, вы взяли на себя ответственность по их обеспечению. Самостоятельно, сам, сами. Не запротивляясь ничего. Потому что вы любите мужа и не можете ему, ээээээээээ... Не можете просто не уступить ему. Вы хотите, чтобы так было дальше? Если нет, давайте что-то менять. Давайте разбираться, где зарыта проблема. В чем проблема? Почему так? Что это за любовь такая, когда человек не может защитить себя и своих детей? Что это за любовь такая, когда человек терпит, когда супруг яростно ругается, если он человек, то есть вы покупаете детям, общим детям что-то новое. Понимаете? То есть очевидно, что у мужа есть проблемы. Очевидно. Но также очевидно и то, что, в общем-то, у вас тоже есть проблемы. И эти проблемы вам нужно решать. Эти проблемы вам нужно исследовать. А иначе как по-другому? Как мне быть? Что бы что? Что делать? Что бы что? Что? Когда не стезал до мужа, что его сына, его сын старше больше не малыш. Никак. Никак. Для вашего старшего, для вашего мужа старший сын всегда будет малышом, потому что он его родитель. Это нормально. Нормально, что отец вот принимает его так. Это хорошее отец. То, что он не заботится о ваших детях, это сугубо ваше ответственность. Понимаете? Еще раз повторю. Это происходило не за один миг, не за один месяц, и даже не за год. Понимаете? Вы последовательно принимали ряд решений, снова и снова, которые убеждали вашего мужа в том, что вы примете такое его отношение. Не принимая, не принимая вы его позицию, не действуя вы как бы в согласии с ним. Возможно, муж думал бы иначе, и, возможно, ситуация складывалась бы иначе. А так? Чего вы хотите? Понимаете? Поэтому, Анастасия, либо вы берете все в свои руки и, ну, ультиматум, безусловно, ставить не нужно, но просто как бы подойдите к мужу, да, и скажите ему, дорогой, ты знаешь, меня очень сильно ранит, раздражает, что ты, как бы, детям нашим с тобой ничего не покупаешь, да? Меня ругаешь, если я что-то покупаю новое, и меня очень раздражает, потому что мне кажется, что старшему сыну, который, безпрочем, не мой родной, да, ты уделяешь больше внимания и тратишь на него больше ресурсов. Вот. То есть мне, мои дети, мои дети, так и говорите, мои дети, кажутся более обделенными. Вот вы, как бы, выскажите это, посмотрите, как мужчина отреагирует, если он отреагирует негативно, скажите, окей, хорошо, всё, я буду делать выводы, и отдаляйтесь от своего мужа. Отдаляйтесь, финансово, эмоционально и так далее, покажите ему, что вам неприятно, что вы не будете мириться, иначе смысл, смысл того, что вы, что вы делаете, вот, смысл того, что вы написали, ну, пожалуйста, а дальше? Что? Что дальше? Вот. Понимаете? Такая история. Так что, вот так. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!